Добрый день, дорогие друзья! Хорошего вам настроения, хорошего самочувствия, всеческих успехов! Сейчас с большим интересом посмотрел несколько последних роликов от Андрея Викторовича Караулова. Если вдруг кто-то имеет выход к нему, вы уж передайте некоторую информацию. Караулов очень жестко выступил на Комсомольской правде, настолько жестко, что редакция испугалась. Большую часть интервью, там было полтора часа, обрезали, осталось только 25 минут. Поэтому, очевидно, в полный рост встает вопрос цензуры, вопрос удушения честной журналистики, что вообще происходит, как это происходит. И Караулов многие акценты расставляет очень правильно, говорит о том, что эта система разваливается, не может существовать и развиваться страна, где все ответственные посты занимают просто дети правильных людей, как он их называет, детки. Вот это вот у Михаила Делягина замечательное выражение «одичалые», а у Караулова детки. Я им искренне благодарен и Делягину за «одичалых» и Караулову за «деток», потому что это реальные явления нашей действительности, которые требуют и осмысления, требуют и какой-то реакции, и каких-то однозначных изменений. Ну так вот, Андрей Викторович рассказывает о том, что они как канал, как сообщество единомышленников вместе с подписчиками имеют возможность на что-то повлиять, потому что канал миллион семьсот тысяч человек не хухрым, а мухрым. Я могу только завидовать белой завистью. Какие они большие, какие они молодцы. Почти на миллион больше, чем мой основной канал. И Андрей Викторович сетует, вот делаем мы, опросы проводим, под видеороликами комментарии пишем. А потом, когда готовится аналитическая справка для президента, очень легко ее обесценить. Указать там, что в комментариях какие-то матершиники сидят, неадекватные люди, асоциальные личности, маргиналы разного рода. И поэтому, раз пишут такие комментарии, ценность нас для всяких аналитических данных на стол президенту, она серьезно снижается. И Караулов выдвигает определенные предложения, план действий, может быть, заблокировать те или иные комментарии. Андрею Викторовичу стоит прибегнуть к консультациям каких-то экспертов. Я, конечно, не великий эксперт, но так как я работаю на YouTube все-таки уже дольше, чем Андрей Викторович, я должен объяснить ряд нюансов. И если кто-то сможет это передать, это будет замечательно. Но я думаю, всем это будет полезно и интересно. И другим блогерам, если кто-то недавно на YouTube. И тем, кто, в принципе, интересуется, как эти все моменты устроены. Значит, первое. Вот Андрей Викторович говорит. Наша платформа Караулова, которую мы специально создали отдельной, она зарегистрирована очень далеко, не на территории России. И поэтому Роскомнадзору до нас дела никакого нет. И что хотите, то и делайте. Это не так работает. Абсолютно любой сайт, абсолютно любой сервис Роскомнадзор может заблокировать на территории России. То есть, да, вы регистрируете ваш сайт в Сингапуре, в Японии, на Сейшеллах, в Центральной Африканской Республике, без разницы. Жителям любых стран этот сайт будет показываться. А вот жителям России не будет. Только если использовать специальные ухищрения, VPN-сервисы какие-то, скрытые протоколы, естественно, массовый зритель, массовый клиент, если хотите, он не будет этим заморачиваться. Вы можете зарегистрировать вашу платформу где угодно, но Роскомнадзор может заблокировать ее отображение на территории России. Если Андрею Викторовичу дали иную информацию, его просто ввели в заблуждение, это ложь. Роскомнадзор может блокировать без решения суда сейчас, это действительность, он может блокировать абсолютно все, что хочет. Второй момент. Андрей Викторович настаивает, что мы ни от кого не зависим в плане финансов. Нас никакие госдепы США не спонсируют прекрасно. У нас нет прямой рекламы, говорит Андрей Викторович. На самом деле из-за оппозиционного поля левые каналы практически ни у кого нет рекламы. Николай Платошкин нет рекламы, Михаил Делягин нет рекламы, Николай Бондаренко нет рекламы, у меня, Павел Иванов, нет рекламы. То есть одно дело реклама Ютуба встроенная, ее тот же Караулов вообще не считает, это не реклама. Посмотрите либералов Собчак, редакция Пивоварова, Варламов, КАЗ, у них регулярно та или иная реклама, они не гнушаются ничем. Они рекламируют выпивку, они рекламируют всех, кто денег приносит, тех они и готовы рекламировать. Это никак не освобождает от ответственности. Вот конкретно, за что у нас назначают средства массовой информации и отдельных журналистов, за что у нас назначают иностранными агентами. По СМИ, первые антикоррупционные СМИ назначили иноагентам за то, что получили перевод 5000 рублей, это меньше чем 100 долларов, 5000 рублей от гражданина Украины. 5000 от гражданина Украины до НАТО. Просто пожертвование 5000 рублей. Иностранец? Иностранец. Все. По СМИ? Иноагент. Лига избирателей, такая общественная организация, 3 доллара получили, 225 рублей. 3 доллара от гражданки Молдовы. 225 рублей. Целая организация Лига избирателей назначена у нас иностранным агентом. Медиазона, тоже иностранный агент, за рекламу Google на своем сайте. То есть, вот эта самая реклама, которую мы даже не считаем, обычная реклама, встроенная в YouTube. Эти деньги пришли, и за это Медиазона назначена иностранным агентом. То есть, фактически, любой человек, кто хоть копейку получает от официальной рекламы YouTube, не то, что я вам говорю, дорогие друзья, пожалуйста, самое лучшее, не знаю, там, не блогер рекламирует что-то, а появляется вот эта рекламная вставка YouTube, которую вы можете пропустить. И там вам рекламируют какие-то другие люди, что-то рекламируют, и потом дальше продолжается мой ролик. Вот за эту рекламу, при желании, Минюст может любого блогера на YouTube, любого признать иностранным агентом. Даже если получена 3 доллара реклама. И мой канал, и канал Бондаренко, и канал Платошкина, и канал Караулова, конечно же, на YouTube, вот с этой встроенной рекламе, мы зарабатываем гораздо больше, чем 3 доллара, и больше, чем 5 тысяч рублей. А за аналогичные суммы уже другие организации, признанные иностранными агентами. Поэтому говорить, что мы создали платформу, и на этой платформе теперь все здорово, прекрасно, мы ни от кого не зависим, мы существуем только за пожертвования. Если у вашего сайта, самого прекрасного, будут подписчики с Украины, с Молдовы, с любых других государств, которые заплатят несколько раз по 300 рублей, все, при желании, вас можно признать иностранным агентом. Иностранный агент на службе страшных спецслужб Молдовы. Юридические формальные основания для этого есть, выше крыши. Это вообще никак никого не поколышет в нашем государстве, в Минюсте. Третий момент. Что касается странных комментариев, которые обнуляют, обнуляют, значит, ценность разного рода опросов. Караулов делал мощный опрос, признаем ли мы поправки Конституции, за кого мы голосовали, кого мы видим там следующим президентом, по-моему, про это тоже был опрос, про QR-коды, про принудительную вакцинацию. По самым разным темам Караулов проводил опросы, это правда красиво, так как большая аудитория, Караулов умеет работать как профессиональный журналист, он молодец в этом плане, и это правда имеет определенную ценность. Ну так вот. Конечно, странные комментарии, которые оставляют под ролики, они могут производить неприятное впечатление. Конечно, бывают люди специфические, бывают искренние ура-патриоты, которые вот Путин наше все, наше солнышко без Путина России не быть. Бывают просто человек с плохим настроением, бывает по жизни плохое настроение, но есть значительная доля комментариев, особенно под знаковыми видео, под знаковыми опросами. Если уж чем-то заинтересуется администрация президента, не сомневайтесь, большая часть подобного рода комментариев это не ошибка и не плохое настроение. Большая часть таких комментариев, Андрей Викторович, это специально обученные люди, командная работа, за которую получают деньги. Я вот сейчас, готовясь к этому ролику, чтобы отвечать за каждое слово, специально проверил. Вот у меня на моем канале каждый день, каждый день приходят жалобы, якобы, за нарушение конфиденциальности. Якобы я публикую чьи-то номера телефонов, адрес проживания, паспортные данные каких-то людей. Нарушение конфиденциальности. Естественно, я таким никогда не занимался. У меня вообще ролики про другое. Я делаю обзоры новостей по разным темам. Я обозреватель. Я не публикую никакие персональные данные. Но каждый день, я сейчас проверил, 31 декабря, 4 жалобы на конфиденциальность. 1 января, Новый год, все отдыхают. 7 жалоб. В среднем у меня от 5 до 15 жалоб на нарушение конфиденциальности каждый день приходит. Вот это кто делает? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Даже одни и те же видео по много-много раз на любые видео присылаются жалобы каждый день. Зачем? Более того скажу, серьезные страйки, не жалобы, а страйки. Вот Андрей Викторович говорит насчет коронавируса. У меня один канал был под угрозой удаления. Я перешел на второй. Второй сделали под угрозой удаления. У меня тоже за прошлый год мои каналы в общей сложности были в блокировке почти 3 месяца. У меня теперь создано 5 каналов. 5. Один резервнее другого. И вот как только мой третий канал достиг отметки 100 тысяч подписчиков, вот в тот же день, через 3 часа после того, как мой канал достиг отметки 100 тысяч подписчиков, прилетел первый страйк. Так работают профессионалы. У них есть инструкция. Каналы более 100 тысяч человек должны проверяться, нет ли там каких-то роликов, которые мешают нам реализовывать вакцину спутник Ви, бла-бла-бла. Вот как только канал 100 тысяч достиг, он тут же попал под мониторинг и тут же посыпались страйки. Страйки, страйки, страйки. Одну апелляцию удовлетворили, страйк отменили. Вторая апелляция была удовлетворена. В смысле, второй страйк был удовлетворен. У меня появилась первая засечка, потом еще страйк. Это вот буквально дня за 4 произошло. мой канал блокируется уже на неделю. Я опять пишу апелляцию, страйк опять отменяется. Как только 100 тысяч подписчиков набралось, канал Иванов Лайф, все, я попал под атаку. И так будет с любым. Андрей Викторович говорит, вот мы создали платформу, и сразу же уменьшилось давление. Меньше страйков, меньше телефоны прослушивают, там меньше то-сё. Андрей Викторович, а это не потому, что вы платформу создали, и у вас есть такое вот супероружие. Скорее всего, это произошло потому, что вы перестали мешать конкретным действующим лицам. По-хорошему, вопрос должен стоять не как нам создавать другие запасные платформы и площадки. Нет, это бороться с симптомом. По-хорошему, вопрос должен стоять так. А что это за организации? Кто им выделяет деньги? Известные ольгинские, пригожинские боты-тролли. Значит, сейчас была информация, кто стоит за информационными атаками разного рода, я сейчас вам даже найду, как она называется. Кто организовал по теме вакцины коронавируса информационные атаки, пропагандистские агитационные кампании, заказные комментарии под вашими опросами, это все оттуда же. Это делается не просто так. Как-то она называлась. Я под роликом, я найду, я напишу. То есть, есть конторы, где сидят люди, живые люди, часть просто люди без специальной подготовки, часть программисты, у которых есть разнарядки. Кого сейчас мочить? Они согласованы пишут комментарии, они ставят лайки, дизлайки, они пишут жалобы. То есть, не YouTube недоволен тем, что кто-то там что-то говорит про коронавирус. Нет, это не YouTube делает. YouTube всего лишь реагирует на жалобы. Вот конкретно у меня на канале иногда прилетают страйки за ролики, которым уже полгода. То есть, полгода они никого не трогали, а теперь вдруг тронули. Это как бывает? Как это возможно? Очень просто. Есть задание заблокировать канал, как это правильно произошло у Делягина, у Марии Шукшиной, она вроде все-таки смогла восстановиться, слава богу. Есть задание мочкануть канал тех, кто против, кто мешает нам реализовывать вакцину. Это не так сложно сделать. Нужно три страйка подряд. Блокировка на неделю, блокировка на две недели, блокировка навсегда. Полное удаление канала. И они ищут, сидят люди и отсматривают ролики. Я делаю по четыре, по пять роликов в день. И вот кто-то посмотрел ролики за полгода. Вы представляете какой это объем? Это команда, десятки человек, которые искали, искали, искали. Где же он что-то ляпнул? Полгода назад что-то ляпнул? Отлично, шлем жалобу. За эту жалобу прилетает блокировка. Это серьезная командная работа. До этого, вот когда я только начинал работать на ютубе, примерно три года назад, была ситуация более простая и понятная. Был такой специальный сервис, он до сих пор есть, просто он сейчас не так активно используется. Дизлайк метр, который показывал статистику, графики делал, как меняется число лайков и дизлайков под видео. В принципе, количество лайков, дизлайков, просмотров, оно должно расти примерно по такому покатому графику. Ну вот, больше, 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 больше. Этот сервис показывал одну простую вещь. На некоторых видео, особенно видеоопозиционной направленности, графики отличались. Идет, 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 а потом резко скачок, резкая ступенька, опа, и дальше опять пошел плавненько. Что это такое? В какой-то момент специальными бота-фермами, специальными программными ухищрениями, резко увеличивалось количество дизлайков. Ну, то есть, было там, например, пять тысяч лайков, тысячи дизлайков. В какой-то момент становится пять тысяч лайков, десять тысяч дизлайков. Тогда YouTube на это реагировал, YouTube это было все важно. Кремли-боты, Ольгинские тролли, их по-разному называли, они на самом деле существуют. Они устраивали такого рода атаки на информационные ресурсы, на видеоролики. YouTube потом понял, что это нехорошо, что с этим надо что-то делать, было много жалоб. Окей, YouTube научился сам, где-то два года назад YouTube научился сам блокировать эти накрутки. то есть накручивают дизлайки, проходит пять минут, они исчезают. Опять накрутили, а они исчезают. YouTube научился отлавливать вот эти аномалии, аномально резкие скачки лайков, дизлайков, научился их удалять. Замечательно, прекрасно. А потом, где-то полтора года назад, YouTube вообще для аранжирования видео, для продвижения видео в тренды, он перестал вообще обращать внимание на лайки и дизлайки. Только комментарии, причем развернутые комментарии, больше четырех слов оцениваются алгоритмами YouTube, особенно важно, ну вот если мы сейчас говорим про тему цензуры, оппозиции, про Караулова, вот комментарии, которые содержат ключевые слова, он особенно ценен. Если таких комментариев много, например, Андрей Викторович Караулов молодец, желаем успеха нашей оппозиции, надеемся, цензура в России будет запрещена, и мы будем выражать свое свободное мнение в рамках закона без каких-либо препятствий. Вот такой комментарий с ключевыми словами, он помогает видео продвигаться. Не короткий, с ключевыми словами, написанный живым человеком, комментарий. Поэтому боты тоже изменили свои подходы, это профессионалы, они перестали накручивать лайки-дизлайки, теперь они занимаются комментариями. Где-то вот с началом коронавируса они опять изменили свои подходы, они теперь пишут жалобы. Поверьте, Андрей Викторович, если вы сейчас включите блокировку плохих комментариев, искусственный интеллект, во-первых, заблокирует в том числе и нормальных людей, обычных людей, а вот люди, которые получили заказ вас глушить, они подстроятся, они изменят свои методики работы, они не раз и не два, они профессионалы, они не раз и не два меняли свои методы работы, они наймут программиста, который поможет им подкрутить систему, ну то есть условно говоря, как это все можно алгоритмизировать и сделать более эффективным, человек пишет текст, а искусственный интеллект, специальная программа, просто немножко меняет слова местами, и получается уже новый комментарий, и уже никакой ютуб не скажет, что это тупое копирование одного и того же, что можно легко проигнорировать, они сделают так, что ваши опросы, ваши видеоролики будут заполнены критичными комментариями, просто без матюков, это будет обстоятельная критика, из которой будет понятно, что это не мое мнение, это такая метафора, что Караулов вообще не человек, и это все пустая болтовня, и вообще это все в интересах врагов России, а нормальные люди знают, что Путин велик, детки это по-настоящему талантливые ребята, потому что они получили достойное образование, потому что у них была возможность, и вообще нам надо в ножки поклониться нашим олигархам, капиталистам, чиновникам, силовикам, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче говоря, первый вопрос, который мы должны задавать, это какие организации подобного рода вещами занимаются? я уверен, что у Андрея при желании есть возможности до этого докопаться? Повторю сейчас в описании, я напишу название организации, которая конкретно информационным сопровождением вакцин занималась в нашей стране. Второй момент, это кто на это выделяет бабки? Немаловажный вопрос. Третье, это в любой момент Роскомнадзор заблокирует любой сайт, где бы он ни был зарегистрирован. И Андрею Викторовичу с его командой хочется посоветовать. Вот если бы меня спросили, совет на миллион, надо развивать Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, особенно ТикТок. У Андрея Викторовича много помощников, не то, что я, не то, что у меня. У него много связей, у него на примете много там молодых, не очень молодых журналистов, вообще без проблем. Делать нарезки на ТикТок, развивать другие платформы, где и уже много людей. Платформу любую заблокируют в два счета, если будет разнарядка, если будет желание. Дорогие друзья, что думаете об этом? Пишите в комментариях. Спасибо вам за просмотр, спасибо вам за внимание. Вместе мы села, вместе мы победим. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры